Орловчане задолжали газовикам свыше 220 миллионов рублей при неоплате. В сумме от 30 тысяч рублей должнику наложат арест на выезд за границу. В деревне Некрасовка таких неплательщиков порядком. Живут в больших домах. Счета за отоплением выходят астрономические, по которым собственники не платят. Мы находимся в деревне Некрасовка, пытаемся с судебными приставами взыскать задолженность. Люди постоянно не оплачивают за потребленный газ. Собственникам по улице Центральной приставам удалось связаться по телефону. Наложенный арест на счет ничего не дал. Средств на нем нет. Ближайшие там несколько деньков, там денька 3-4. Я говорю, то есть задолженность будет там оплачивать. Ну вы подъезжайте, потому что 3-4 денька мы ждать не можем. В таких случаях есть два пути. Оставить должника без газа, либо описать имущество на сумму долга. Опись действует в течение 10 дней. Второй случай обходится дешевле, поскольку переподключение может влететь в копеечку. Хозяин особняка из станции техобслуживания выбрал законный и менее затратный способ – опись. Кстати, довольно часто неплательщики не открывают дверь судебным приставам. Здесь задолженность не погашена по Газпрому. Вы должны явиться на Гагарина 60 сегодня и оплатить задолженность в полном объеме. Девушка, там живут два брата. Я там не проживаю уже как 15 лет. Но вы являетесь собственником по этому адресу. Вы несете ответственность. Также вы должны оплачивать коммунальные услуги. Не всегда, правда, соглашаются. В этом случае... Если не оплачивать должник добровольный пятидневный срок, то мы принимаем меры принудительного исполнения. Это обращение взыскания на расчетный счет. Напомним, совместные рейды газовиков и приставов проходят в рамках Всероссийского рейда по исполнительным производствам. О взыскании задолженности в ближайшее время эта работа будет продолжена. Виктория Юркова, Сергей Руднев, Телеканал Первый областной. Виктория Юрия Руднев, Телеканал Первый областной.